Короче, мне нравится снимать не от лампы, а от дневного света, но если когда-нибудь будет вечер, и я захочу снять видео, то я обязательно использую лампу, а сейчас пусть будет дневной свет, окей? Окей. Всем здарова, с вами Лиза Мадрид, и это мой канал. В этот раз мы будем с вами обозревать электронки Urban. Urban, но не decay. Долгоиграющие вейпы. Энергоемкость для долгой работы. Работа. Я курю. Мам, алло, я работаю. Я работаю. Так, у нас тут есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вкусов, и давайте начнем. В чем их прикол? Почему они мне понравились? Почему я решила на них сделать обзор? Потому что у них очень необычные вкусы. Типа таких я нигде не видела, это очень самобытно. Например, что вы скажете о вкусе белый русский? Давайте посмотрим, что там вообще. Белый русский. Белый русский, насколько я помню, это алкоголь такой, типа напиток алкогольный. Очень надеюсь нажраться. Я как Фредерико Феллини. Белый русский. У них очень интересная упаковочка. Не интересная, а скажем так, продуманная. Made for urban moments, типа. Сделано для, создано точнее, для урбан моментов. Что ты тоже хочешь покурить? Зайка, простите. Типа пока нельзя. Поехали. Как обычно. Вот достаем из упаковочки индивидуальный вейп. Открываем вот эту вот штучку, точнее, отрываем ее и нафиг ее выбрасываем. Желательно, чтобы я собаку еще не сожжала. Вот. Но это вряд ли. Скорее всего сожрет. Заебись. Ору. Она села. Как-то хуево получается немножко. Найцево. Похуели, ептей. Well. Ну, долгоиграющий. Достаточно. Что-то вообще хуйня, что-то происходит, почему так получается? Все нормально. Реально долгоиграющий. Итак. Я не знаю, я не чувствую тут ничего алкогольного. Очень похоже по вкусу на какой-то карамельный чупа-чупс. Чупа-чупс. Такой, знаете, обычный классический карамельный чупа-чупс маленький такой. Вот. Такой. Оп. Я, честно признаюсь, я курила уже эти вейпы, когда я была в Крыму. Или в Сочи. В Сочи я была. Столько везде была уже. И в Чечне побывала. Везде. Вот. И там я курила вот именно этот вейп. Он очень классный, сладкий в меру. Вот. И карамельный прям. Не скажу, что белый русский. Возможно, я просто не пила белый русский никогда. Возможно, это и хорошо, что я его не пила. Против алкогольных напитков. Следующее, что у нас есть здесь интересное, это лимон-малина. Я хочу, чтобы этот вкус оправдал мои ожидания. Каковы мои ожидания, спросите вы. Я отвечу. Вы что? Он будет кисловато немножечко. Привкус такой sour, знаете. Sour. Давайте попробуем. Что мне у них нравится, у этих вейпов, это то, что на них не написан вкус. Мне очень нравятся они, потому что они не пишут название вкусов на вейпе, на самом, на устройстве. Тут они отмечены точками. То есть вы как бы ассоциативно должны догадаться. Если вы забыли вдруг, что у вас за вкус, то ассоциативно тут понятно, что это такое. Вот видите, желтое, розовое, это значит, что это что-то желтое и розовое. Например, лимонная малина. Ты не Абсалем, я Абсалем. Вот это топовее, чем белый русский даже. Пахнет мармеладом каким-то, знаете, вот какой-то сладкой ватой со вкусом лимона и малины. Сразу вас предупреждаю, они не такие жесткие, как, допустим, те же самые HQD. Они прямо лайтовые. То есть, примерно, если в HQD там 5%, то здесь, скорее всего, 4. Но они классные. Если вы только начинаете вейпить, удачи. Кстати, я в конце отвечу еще на 5 вопросов, которые мне задала эта компания, эта фирма. Чтобы я на них ответила в видео, я думаю, что это будет интересно. Следующий вкус это пинаколады. С пинаколады мы все знакомы? Ну как, все? Знакомы те, кто курил другие вейпы с этим вкусом? Пинаколады. Она тут у нас отмечена розовыми цветами. Кстати, не знаю почему. Пинаколады, она же вроде белая. Ну ладно. Пахнет, кстати, прям четко этим коктейлем. Сдолькой алкоголя. Что-то такое. Сдолей. Сдолькой, блядь. Не сильно выражен вкус. Я бы сказала, что это просто мороженое экстрем кокос-ананас, если вы помните такое. Где оно, кстати? Ну а это лайтовая версия. То есть, типа, вы не ожидаете, что вы прям сделаете одну тяжку и все, вы накуритесь. Нет, тут надо прям повейпить, посидеть. Но он долгоиграющий, поэтому нормально. Апельсин, манго, гранат. Интересное сочетание, кстати. Кстати, Аэроматик Сапли from USA. Вкусы сделаны, точнее, разработаны в США. Вот это вот каждое утро. Блин, еще целых раз, два, три, четыре вкуса. Господи, мам, мия. Накурюсь же. Я, кстати, заболела. Да? Реально? Дорогая моя, это ты еще не заболела. Ой, страшно, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это. Трэйси, отстань, пожалуйста. Это мои вейпы. Пробуем. Очень прикольный цвет, кстати говоря. Цвет волос Милена Чижовой. Тоже, знаете, вот такие вот точки сразу вот. Ну, вот смотришь и сразу понятно, что апельсин, манго, гранат. Как бы других вариантов нет. Очень фруктовый вкус. Несладкий. Такой цитрусовый, да, фруктовый. Как бы он не особо выдающийся. Если сравнивать с теми вкусами, что мы пробовали до этого, этот немножко проигрывает. Но если вы любитель фруктовых всяких вкусов, типа фруктовый кальянчик, все дела. Фруктовый кальянчик. Мне кажется, вам понравится. Давайте сделаем небольшой перерыв. В голову дала. Инфа еще небольшая. Если вдруг вейп не работает или сел быстро, то в магазине можно будет его поменять. Так как они только запустили свою собственную производственную линию, то возможно наличие 1-3% брака. Вот, походу я попала в этот 1%. Ну, в принципе, я не удивлена. Если наш вейп проработал у покупателя всего день, покупатель может прийти и смело поменять его на новый. Ребята, молодцы. Как много в твоей жизни моментов, где ты делаешь так, как хочется тебе, а не другим? Я недавно узнала такую тему, точнее не узнала, мне кто-то сказал, что все, что мы делаем в этой жизни, мы все делаем для себя абсолютно. Даже если мы там жертвуем собой ради других, это все мы делаем для себя. И я так подумала, философия, мать его. Наверное, я всегда делаю так, как хочется мне. Если бы у тебя была возможность заниматься только одним делом, какое бы это дело было? Я бы путешествовала. Я уже много раз рассказывала своим друзьям о том, что у меня такая сложная и прекрасная работа. Я снимаю влоги откуда-либо. Мне с рекламы в этих видео приходят деньги, и я эти деньги трачу снова на отдых. Там снимаю влог, и это, знаете, прям такой замкнутый круг, короче. И я не могу не сказать, что мне это нравится. Мне это очень нравится. Что для тебя счастье в данный момент? Я так несчастна. В данный момент. Это горло заболело вообще. В школе расскажешь. Следующее, что у нас есть тут по вкусам, это ваниль фриз. Фриз, это, я так понимаю, с холодочком. Интересно, потому что я не представляю, какая может быть ваниль фриз. Она обычно такая, знаете, табачная, сильно табачная. Интересно. Это похоже на cold brew. Знаете, такой напиток. Я надеюсь, что я правильно сказала название. Это типа кофе, холодный кофе, со вкусом ванили. 9 из 10. Ну блин, на самом деле, или даже ванильное мороженое. Да, похоже даже на ванильное мороженое больше, чем на cold brew. У меня собака блюет. Пофиг, флексим дальше. Следующий вкус, это кофе. Вы все знаете мою любовь к кофейным вкусам у электронок. У них такие позитивные коробочки, просто можно долбануться башкой, смотрите. Пахнет кофе. Если у меня урчит живот, кстати, то извините, пожалуйста. Это я просто только что поела. И у меня там, ну, переваривается. Поняла? Я не перестану повторять, что кофе это лучший вкус у электронок. Он не надоедает. Его хочется прям перезаряжать хочется этот вейп, потому что типа я, вот я очень люблю вкус кофе. И здесь прям четко вкус вот этих вот зерен и аромат тоже. Супер был. Следующий и последний вкус, который у нас есть, это баблгам краш. Честно говоря, иногда мне кажется, что я скоро спарюсь просто и умру. Я скоро стану паром, а не человеком. И баблгам краш у нас выполнен в моих любимых цветах. Это розовый и голубой. Посмотрели? Все. Это пахнет девичьими секретами. Е-мое! Если вы помните, такие были жвачки, точнее не жвачки, это был типа набор. Они продавались в рублей, наверное, за 20. И там была внутри либо жвачка, либо чупа-чупс. И какой-то девичий секрет. Так сказать. Колечко. Жесткая такая бижутерия. Прям копеечная. Классно. На вкус просто как жвачка какая-нибудь хуба-губа классическая. Без каких-либо вкусов. То есть просто жувка. Этому вкусу я ставлю примерно, наверное, 5 из 10. Потому что все остальные были лучше. Это было все. Вот такие вот у нас интересные электроночки от Urban. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Поставьте ему палец вверх. Пишите комментарии ваши насчет этого видео, если они есть. Если нет комментариев, то как бы пишите no comments. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok